Центральная детская библиотека представляет вашему вниманию медиа-обзор «Дневник моего чтения». Что может случиться с командой гномов, отправившейся на ралли Париж Каркар? Да все что угодно. Экипажу пузатых жуков предстоит полетать на драконе, сбежать от прожорливых грызликов и обогнать ураган, прокатиться в раскаленной сковородке и не замерзнуть в ледяном лабиринте, спасти ужасных бумбук и разгадать страшный секрет самого хухри – волшебные приключения на самых крутых виражах. Приключения маленького и скромного домовенка Махнатика начинаются со знакомства с веселым и готовым на выдумки Баневенком Венечкиным. Махнатик больше всего на свете любит чай с конфетами и спокойствие, а Венечкину вечно на месте не сидится. То ведьму местную разозлить, то над соседом галоши подшутит, то шалость какую чудит. И эта дружба совершенно изменила жизнь доброго, спокойного домовенка Махнатика. Замечательная серия про приключения учениц Академии Грёз. Идеально подойдет девочкам, которые уже выросли из сказок, но все еще любят волшебство. Книги этой серии станут прекрасным подарком тем, кто обожает мультфильмы про учениц Академии Грёз. Каждая ученица обладает своим характером, неповторимым стилем и уникальным талантом. Чудеса происходят не каждый день, но если уж начинают случаться, то их уже не остановишь. Вот и у Вовы произошло не одно, а сразу несколько удивительных событий. Сначала он познакомился с крошечной девочкой куклой Дашей, затем узнал, что в его аквариуме живет самый настоящий водяной Бульбульчик. А еще в его комнате за батареей поселились забавные человечки-кусалки. Наши старые друзья Лёшка, Динка, Макс и, конечно, малявки Вовка и Хвостик берутся за дело. А значит, детективное агентство соседи вновь открывает свои двери. Их ждут новые невероятные приключения и новая запутанная детективная история. Маленькая Элла не похожа на других ведьмочек и колдунов. Она не любит черный цвет, боится пауков и обожает блестки и бантики. Но, как и другим маленьким ведьмам, Элле приходится идти в первый класс. Все здесь у нее получается не так, как надо. И магия срабатывает не так, и людей пугать ей не хочется. Погони, тайны, скелеты, шантаж и любовь. Вот что ты найдешь на страницах этого детектива. В конце книги тебя ждет небольшое испытание. Дневник следователя. Сможешь ли ты, читая книгу и записывая свои наблюдения, раньше героев раскрыть преступление? В доме номер 148 «Переполох». В связи с пополнением семья Лапшовых переезжает в квартиру побольше, а по соседству с Сергеевыми теперь будет жить загадочная дама с чучелом крокодила. Иван Лапшов и Стасия Сергеева оказываются невольными участниками погони за новым жильцом, тетей Матильдой, которая замышляет что-то недоброе, вместе со своим знакомым Вальдемаром. Девочка Эмбер с трудом знакомится с новыми людьми, поэтому, когда ее класс перемешали с параллельным, ей пришлось нелегко. Хорошо, что у нее есть котенок Клео, чьи проделки и проказы всегда отличная тема для разговора. Но кто бы мог подумать, что именно новый одноклассник поможет Эмбер в поисках потерявшегося Клео. «Савиный волк» – трогательная повесть о жизни на Крайнем Севере, о полярной ночи, холоде и одиночестве, и о том, как найти в своем сердце любовь к этому пустынному краю. Это история искателей приключений по неволе, которым пришлось покинуть свой гибнущий городок и отправиться в длинное, полное опасности путешествия. В историях обитателей холмов вас ожидает новая встреча с мечтателем Пятиком и бойцом Шишаком, изобретателем Черничкой и капитаном Тремой. И, как всегда, в компании шоколадного дедушки детей ждут невероятные приключения. Они путешествуют во времени, знакомятся с настоящими викингами и разыскивают похищенный сундук, в котором хранится волшебный артефакт, способный исполнить любое желание, но только одно. Прозрачные, будто сотканные из воздуха напоенные поэзией сказки Мориса Карима полны мудрости, тонкого юмора и тоски по детству. Ведь только ребенок может поверить в то, что в пустой банке живут рыбки, переезжающий из деревни в деревню Балаган скрывает в себе невиданные чудеса. Продолжение следует...